где в этом году 40 лет есть какие-то мысли на этот счет какие-то были прямо сегодня утром но я уже забыл какие ну да ну да есть какие-то мысли что это рубеж просто это все совпадает так-то я принципе к символизму не склонен особенно так с правильной степени иронии к этому отношусь но сейчас времена такие что любые символы они приобретают какое-то многократно увеличенное значение так что да ну вот новая жизнь она прям сдала когда мы начнем отвечаю это специально это специально ну ладно ребят со мной такое часто происходит не обращайте мы будем справляться как-то вот поэтому некая некий рубеж некая отсечка жизнь начинается сначала и вообще 40 лет это такое считается рубеж половина жизни ну какие такие общие мысли говорят что не отмечают 40 лет я не ответ не отмечаю день рождения же лет с 25 поэтому видимо почему вам может быть 40 как возьму до которые ну как-то на отмечался видимо уже к этому моменту уже ну все понятно уже не как бы уже день рождения это не только повод порадоваться на и повод только погрустить вот наверное у меня так сложилось к этому моменту поэтому а 40 может возьму я отмечу вот тем более что 4 мое любимое число вполне себе я перед нашим разговором искал вас в соцсетях и вас там нет нигде есть в инстаграме какой-то профиль где три фотки но я подозреваю это не вы а почему у вас не в соцсетях не было потребности не нужны были они отнимали мы у меня время жизни реальный и сейчас я буду их заводить по новой потому что я теперь свободный художник могу рассчитывать только сам на себя то есть вы были вы удалились отовсюду и да да просто мы даже не обязательно выкладывать про личную жизнь ну какие-то выход фильмы анонсы буду там послушайте на радио вот это вот все некоторые так просто используют как я я понимаю да мне придется тоже это делать хотя я ну по крайней начну скрипя сердце я еще кого-то кто меня вдохновит на это и мне будет интересно в целом я пока я понимаю что это надо делать потому что это надо делать и я уже говорил вам за кадром что я очень к сожалению для этой профессии я слишком нечиславный человек как выглядят ваши будни сейчас просто без соцсетей сложно понять ну у меня есть соцсети в смысле telegram for example или сигнал то есть я общаюсь с людьми с близкими вот я использую интернет в собственных так сказать потребностях лично но и прям распорядок дня рассказать ну в целом вы вы говорили в по-моему зимой что вы сотрудничаете с киноагентством каким-то местным или подали в рекламе что вы хотите сниматься что такое слушал ну и такое точно не говорил что-то у вас смешалось все вместе нет я говорил что а в иноагентство или агентство кино господи я думку и на агентство а ну да но это давно уже было да я встал на учет в агентство но с тех пор один раз меня позвали на пробу рекламу и все она состоялась состоялась так они не подкидывают какие-то работы кастинге пока не нет что-то происходит мне что-то предлагают предлагали был период ну вообще актерская жизнь она так устроена и знаете особенно если ты работаешь только в кино то она устроена по принципу то густо то пусто то есть я был период когда мне много предлагали прям чего-то здесь и что-то даже получилось из этого но нет такого что с утра до вечера на приходят предложения да и не было мне такого никогда опять же ваших интервью вы говорите о латвии но не говорите почему именно латвия так сложилось случайно или ну да так сложилось случайно отчасти но случайность в том что просто большое количество моих товарищей и знакомых и друзей уехала сюда поэтому почему я думаю мне не нужно объяснять тут вы здесь живете вы лучше меня это понимаете как сложилось что здесь большое русскоязычное комьюнити в том числе и большое количество скажем так творческих людей до людей культуры людей моего образа мыслили или круга общения поэтому до сюда ну плюс так совпало вообще случай он правда его величество это действительно так он после москвы и рига не кажется вам пустынной какой-то скучный или это то как раз чего вам не хватало это только как раз чем не хватало моем случае мне опять повезло или похожего много многим похожи на петербург принцип смысле архитектурным какие-то есть районы которые просто как будто бы вот из одного кадра какого-то взяты и вы очень неспешно рига зеленая рига эстетически приятно так что нет не вещи с нью-йорке еще побывала лишний раз убедился что но нет хватит мне это не моя скорость уже я так пожил потише в судам потише спокойно так что мне рига очень подходит ох и не в простое же время мы с вами живем тем не менее трудности делают нас еще сильнее уже очень много лет мы снимаем интервью с разными героями на все возможные темы комики музыканты политики спортсмены и порно актриса гости из латвии литвы россии украины белоруссии азербайджана молдовы и других стран дурацкие трехминутные блицы и часовые интервью от которых наворачивались слезы за все эти годы мы никогда и ничего у вас не просили сейчас хотим обратиться к вам за помощью подписывайтесь на наш канал ставьте лайк под этим видео пишите комментарии используйте функцию супер спасибо чтобы она не значила давайте поможем алгоритмом ютюба продвигать это видео в рекомендации а еще у нас есть соцсети фейсбук инстаграм телеграм и прости господи вконтакте будем рады вас видеть и там спасибо что продолжаете нас смотреть я все лето пытался рассмотреть татуировку тебя на руке что там написано какая из них на левой руке на левой руки да так я первые слова увидел потом загуглил это песня цоя да все правильно много значит для тебя почему этот текст я не знаю чем измерить множественность его значения для меня но что-то значит безусловно я думаю что не сильно преувеличивайся скажу что в принципе для поколения моего и может быть того которая вот следующие за нами значит очень много без преувеличения голос поколения мне это близко все по миру ощущения и эти строчки особенно я как-то вообще они тут наверное с тех пор как я услышал их первый раз они довольно часто у меня в голове крутится по самым разным поводом то есть они сами в общем-то в меня поселились поэтому да один из артистов которые как сформировал тебя так говорят знаешь да черт его знает это со стороны виднее вот мне я брать не думаю вот кто меня сформировал кто не сформировал это я живу себе живу делаю что могу и что хочу по возможности чтобы это совпадало ну наверно да будет глупо говорить нет если бы той же был бы на чей бы он был стране не знаю непредсказуемо сейчас говорят про летова про то я я понимаю что говорят но я честно не помню чтобы вообще об этом задумывался но если задумывался то наверное очень не часто почему-то мне кажется что он был бы на какой-нибудь на своей стороне что он пытался бы максимально дистанцироваться от этого от всего в принципе ну как многие наши рок-звезды делают сейчас то есть они в как бы внутри понятно что они адекватные они против войны мне кажется практически не осталось российских рок-звезд которые не выбрали позицию за полтора года осталось то осталось да но я не хочу просто не ничьи имена называть чтобы не 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 устраивать в бессмысленную дискуссию вот но 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 мне почему так а может быть уехал бы может быть и вообще уже давно бы в россии не жил а может быть он и при 18 еще других раскладах погиб бы до этого но в каких-то других обстоятельствах очень знаете тема очень благодарна для как бы посидеть за бутылочкой потрындеть но она не очень наверное не очень весомая не очень интересно как-то в каком-то более глобальном контексте но в контексте какого-то разговора серьезного это не повод для разговора просто подумал если свой для тебя много значит что-то почувствовал когда услышал кукушку в лужниках да ничего не почувствовал ну я как так сказать и до этого был скажем так не в восторге от этого исполнения но эта песня уникальность великая песня она на то и великая что она не принадлежит никому конкретно она для всех и для каждого и каждый что-то свое в ней находит в этом как как бы то есть это творчество переживающее поколение она потому потому его и переживающие потому что она не выбирает в общем-то сторону она просто ну она про что-то больше но про что-то ну как у каждого откликается по-разному так это устроено ты пишешь про что-то свое а каждый потом про что-то свое поет так что и каждый что-то свое слышит но это как знаете но на чарли чаплине костюм гитлера смотрится по одному а на гитлере костюм гитлера смотрится по другому по сути дела это просто одежда ну или окей возьмем фраг да ну любую одежду на одном человеке она так смотрится другом иначе но одежда да просто одежда песня это просто песня а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это не ко мне вопрос Вы же понимаете Я и раньше на это особенно влиять не мог А сейчас уж тем более никак Вникать в подробности Тоже мне, честно говоря, не особо интересно Мне интересно это только в том контексте, что там остались у меня с этих работ Хорошие отношения с людьми, близкие Остались товарищи и друзья И, наверное, было бы правильно, чтобы я не привлекал к ним лишнего внимания И не комментировал это тоже лишний раз Потому что очевидно, что если сейчас это прозвучит каким-то образом публично Это никак не прибавит шансов этим картинам появиться Я не знаю Ну, заблюрят, может, вырежут Я не знаю Как сигарету? Ну, наверное, да Ну, там же блюрили они уже кого-то, какого-то человека в каком-то патриотическом сериале Не знаю, может, Девятую рот тоже они заблюрят Ну, окей, норм Можно и так посмотреть Что-то новенькое Это интересно Такое ноу-хау Ноу-хау Это новый след в искусстве, я считаю Но вы свою часть выполнили, доснялись? Да-да, я все сделал, да-да-да Конечно, даже дозвучил все Здесь уже находясь Сейчас уехавшие, если можно так говорить Они делятся на две части в основном Ну, вот с тем, с кем мы общаемся Это те, кто пытается интегрироваться поскорее бы И те, кто продолжает хотеть домой И не собирается здесь ничего там Не учить, не изучать, не погружаться Вы в какой-то из этих двух групп или пока? Ну, я вообще ни в какой группе, в принципе, никогда не состоял Но если вам надо так разделить То скорее я, конечно, в той группе, которая будет интегрироваться Потому что я для себя осознаю, что Если трезво смотреть на вещи и не врать себе То ни шансов, ни желания вернуться в Россию Какой бы она ни была в ближайшие десятилетия У меня не будет Даже скорее желания То есть оптимизма у вас нет, что там, через десять лет? Нет, нет Нет, а на чем он может быть основан? Какие у него есть предпосылки? Ну, не знаю, в 88-м кто-то думал, что Советский Союз рухнет? Ну, были какие-то предпосылки к тому, что что-то менялось Что-то менялось И в лучшую сторону Судя по экспертам на Ютьюбе Там каждый день что-то меняется Вот-вот оно все рухнет Башни завоюют друг с другом Три дня, рак уже там В последней стадии Ну, людям надо о чем-то говорить Заполнять пространство Я думаю, что большинство из них понимает Что это просто сотрясание воздуха Ну, это необходимость Надо о чем-то говорить Себя успокаивать Речь тоже нужна Речь это тоже оружие Тоже инструмент Она тоже воздействует Просто не так быстро Может быть, не так явно Но, тем не менее Это нужно Но речь все равно Это вторая сигнальная система Не первая А вы когда в апреле, да Или в марте прошлого года Давали интервью Гордеевой Вы подозревали, что ваша жизнь Так развернется? То настолько нет, конечно Нет, не предполагал Это невозможно было предположить Жизнь тема прекрасна Что она пишет такие сюжеты Которые невозможно придумывать Ты ходишь каждый день Думаешь, блин Но если кому-то это рассказать Или там вот это сделать в кино Скажут Да нет, ну хорош Так не бывает Так не бывает Так не бывает И в моей жизни Это происходит просто ежедневно До сих пор До сих пор, как я уехал Начинаю от людей С которыми я встречаюсь И Ты смотришь на человека Думаешь, блин, где же ты был всю жизнь Не в смысле личных отношений А в смысле каких-то вот Человеческих связей Вообще я могу сказать, что я Наверное, как-то Как-то Переосознаю, что ли, себя Всю свою жизнь сейчас Но я, по сути дела Я начинаю жить заново Но просто уже имея Одну жизнь за спиной Это невероятное чувство Я, конечно, предположить-то Невозможно Никим образом Ну, каких-то Упаденческих настроений Нет у нас? Нет, нет У меня абсолютно нет По поводу себя? Нет Для некоторых Такой удар Сбивающий с ног Я понимаю Я понимаю Вы же у меня спрашиваете Я Судьбы очень разные У всех Очень разные Если мы начнем Сейчас каждую судьбу Разглядывать Нам Ни слез Ни смеха не хватит Вы после интервью Говорили, что Эмоциональный фон Вокруг Был таким Что на улице К вам подходили Благодарили То есть Вы никакого негатива Не испытали А спустя вот это время Уже в Риге Может быть Еще что-то Ни разу в жизни Один раз было Здесь в Латвии? Да А что это? Какой-то выкрик на улице? Нет Было так Я сидел в В кофеине Который Рядом с Оперой Напротив Отеля Не помню Как он называется Кимпинский? Да Да Сидел с ребятами С украинцами С которыми Тоже здесь Уже познакомился Мы просто сидели Ну Конверсейшн И Меня кто-то хлопает По плечу А! На мне балахон Со слоганом Ройзмана Из фонда Ройзмана Мне передали Темные времена Не навсегда И на мне балахон Это было значит Ранняя весна Или поздняя зима Ну весна Наверное Ранее И такой хлопок По плечу И я поворачиваюсь И стоит дедушка Такой обычный Какой-то обыкновенный Такое открытое лицо Довольно Довольно располагающее В общем К себе Глаза синие Такая шапка Черная Вот эта Как она Называется Пидорка Я просто не знаю Как по-другому сказать Ну вот этот В общем Черный чехол С таким еще здесь Немножко Недонатянутый Да-да Ну для Как бы лишней мысли Сбрасывать И он смотрит на меня Такими добрыми глазами Говорит Ну что Темные времена Не навсегда Я говорю Да Не навсегда Точно Он говорит Для тебя Мразь Навсегда Развернулся И ушел Интересно Это местный дед был Или Я думаю Что да Потому что Потом Совершенно случайно Я гулял Я люблю гулять Я далеко Ушел Через мост Куда-то Туда Ну в сторону Рижского Технологического Туда я пошел Я шел обратно И едет Троллейбус По мосту И я что-то Поворачиваю голову И вдруг Вижу его В троллейбусе И он Видит меня И он Он так Прямо Возбудился Он так Обрадовался Он как Родного Встретил Кого-то Он встал Пошел Как К двери Хотел Смотрел на меня С таким торжествующим взглядом Бедня У вас уже есть Знакомый Хороший Да Лучший Лучший Ну кстати Обычно В интернете Это все происходит В жизни реже Но я тоже Недавно Ехал Ну это и к ответу Это еще раз К вопросу К вопросу Почему у меня нет Соцсетей Вот зачем Мне это нужно Я недавно В автобусе ехал Тоже зашел Какой-то Дед Может быть Кстати тот же Я не знаю Тепло было Он без шапки И он пытался Отодрать от двери Украинский флаг Можно И что-то кричал Вот что скоро Придет псковская дивизия Король Ну вот этот вот Весь бред Если с дедом Все понятно То есть молодежь У которой В голове Примерно это Я вот Переписывал с девчонкой Из Москвы Что-то звал ее В Ригу Приезжай Она никогда не была Посмотреть Она говорит Блин я в Ригу боюсь Тут меня побьют За русский язык Еще что-то Мы лучше поем В Турцию В отпуск И вот ей Нет нам 30 Даже И она не смотрит Телевизор Ну вот это в воздухе Какое-то стереотипное Что здесь У вас же наверняка Не было с русским языком Здесь проблем никогда Нет у меня никогда Не было с русским языком Проблем Но я очень четко Просто сразу понимал Что я приехал в гости Я в чужой стране Которая называется Латвия Язык здесь латвийский Латышский А не русский основной Я что-то слышал Уже об этих сложностях И в общем К вопросу об интеграции Довольно просто Начать интегрироваться В общество В котором ты находишься Самых элементарных вещей То есть например Начать говорить По-латышски Доброе утро Добрый день Добрый вечер И спасибо Я обратил внимание Что для людей Этого достаточно Вот на первых порах Достаточно того Что ты Подчеркиваешь этим Просто свое уважение К дому В который ты приехал Много-то не надо Вот вообще не надо Ну останавливались люди На улицах Меня узнавали Спрашивали Чем мне помочь Просто вот так И не то что у меня Не было проблем С русским языком А я Во-первых Я спрашиваю всегда Можно ли по-русски У меня есть английский Могу говорить по-английски И вот это понимание Осознание Что ты в гостях А не дома И можешь вести себя Как хочешь Оно мне кажется Может Должно быть основой Поведения В любом Обществе Которая тебе не знакома В своем тоже Но в чужом тем более Какой-то надобности Учить латышский Вам наверное нет Ну прямо сейчас нету Но у меня есть Внутренняя надобность Для того Именно для того Чтобы интегрироваться В общество Язык это основной Инструмент интеграции Собственно почему Удалось И до сих пор Удается там Русской пропаганде Да так размывать Размывать вообще Понимание Того что такое русский Что такое украинец Потому что язык Язык вообще Это один из последних Признаков цивилизационных Который отделяет Нас друг от друга Потому что Других различий Есть интернет Мы уже все знаем Друг про друга Мы уже большая деревня Язык это последнее Что нас Друг от друга отделяет Да Нацию от нации Там культура от культуры И так далее Поэтому Это нужно мне В первую очередь Опять отвечая Но возвращаясь К вопросу об интеграции Я когда Готовился к нашему разговору Может быть Вот такое Тоже встречали Я зашел На ютуб Вел Артур Смоленинов И там есть Какие-то ролики Знаете Трехминутные Где Ваши фотографии Какая-то женщина С компьютерным голосом Читает новость И приправляет Это все Всякими Эпитетами Для красок Там Сбежал Поджав Хвост Вот это Вот все Там Сводит Концы С конца Хвост Нашелся Сова Нашла Я посчитал комментарии Там тоже Из той же оперы Ну я не знаю Это живые люди Или это боты Накрученные Какие-то То есть там Вспоминаю Даже вашу часть В последнем герое Вы как человек У вас Какая-то броня Выработала За этот год К этому всему Или Актер Публичный человек И он Изначально На это Не обращает Внимания Ну Знаете Как говорил Петр Науч Фоменко Когда его Поздравляли С очередной Государственной Премией Говорил Я не имею К этому Никакого отношения Понимаете Мне просто Это неинтересно Я не набираю Артуса Малинина В ютубе Вот и все А все равно Неприятно Если доносится Нет Я просто На себя Примеряю А ну В этом смысле Ну Напишет кто-то Что я Идиотский вопрос Задаю Плохо провел Интервью Ну неприятно же Ну Или не считай Это Все равно В смысле Ну Слушайте Ну вы же не обижаетесь На Не знаю На какого-нибудь Психопата Который идет по улице И кричит Что вы демон С рогами Правда Вы же просто Проходите мимо Вы же не вступаете С ним в дискуссию В внутреннюю дискуссию Вы же не начинаете Доказывать Что вы не демон Потому что если Вы начинаете это делать Это значит Что с вами тоже Что-то не в порядке Ну Есть же какие-то Очевидные вещи Серии Ну Ну развлекаются так люди Ну это их уровень Это не мой уровень Я Меня другие вещи Интересуют в жизни Правда Я Я с этой стороны Никогда себя не разглядывал Не изучал Не присматривался К себя А зачем Мне что-то это даст В смысле В смысле Творчества В смысле того Что я хочу делать В смысле того Зачем я здесь На этой земле Вряд ли же Отвлекать будет Главное Бессмысленно отвлекать Сейчас знаешь Как это назвать Лейтмотив что ли Российской пропаганды О том Что уехавшие Сводят концы с концами Гастролируют по весам По латвийским деревням Как ты к этому относишься Что ты вообще Про это думаешь Сколько в этом правды Я не думаю Что есть вообще Смысл Вступать в диалог На эту тему Потому что Мне вот например По большому счету Достаточной степени Все равно Как живут Те люди Которые это говорят Они мне не интересны Ни их жизнь Ни их судьба Ни что они с чем сводят Ни что они с чем разводят В общем Тут можно только сказать Что стоит оглянуться вокруг Ну Некоторым людям Может быть хорошо Жить от мысли Что кому-то жить плохо Ну Какой смысл их разубеждать Ну Раз им хорошо Уже только от этого Ну Хоть от чего-то им хорошо Ну Что тут скажешь Пусть себе живут И радуются на здоровье Ну Свободного времени У тебя больше стало Если сравнивать Там Два года назад Ну Что такое Свободное время Не Когда ты не на работе Да я в принципе Никогда не на работе Вот Мне в этом смысле Очень повезло в жизни Что я особенно-то И Ну Когда я понял Например Что я в театр хожу Как на работу Я из театра ушел Именно чтобы не ходить на работу Я Я бы не смог так жить Наверное Не знаю Не пробовал никогда Ходить на работу А время Оно Оно всегда найдет Чем 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 Заполняться Я Я просто подумал Что Актерам Наверное Сложнее Все бросить уехать Чем музыкантам Может быть Может быть С одной стороны музыкантов Как группа Их больше И им сложнее собраться И уехать С другой стороны Они могут гастролировать Давать концерты Так и есть Актер уехав Остается вообще Без ничего В этом есть доля справедливости Актер более зависимая профессия Безусловно Да Безусловно Да Это было Кстати одним из моих мотивов Внутренних В принципе Начать заниматься музыкой Именно потому что Я понимал что Я слишком зависим От внешних факторов От От окружения От От сюжетов От режиссеров Слишком большая зависимость И слишком большое желание Все таки Не просто ходить на работу А проживать жизнь С каким-то смыслом И пытаться Все таки Куда-то пробиться Куда-то прогрызться Куда-то прорваться Как говорили в институте у нас Вот Поэтому музыка В этом смысле Особенность Ты сам все делаешь Она в этом смысле Дает гораздо больше Пространства Для Для Гораздо больше В этом гораздо больше Свободы А у украинцев Нет претензий К вам Никаких Нет Лично я Не Только благодарности Слышал Свой адрес Нет Нет Более того У меня сложились После войны С С С Некоторыми Украинцами Прямо Очень хорошие Близкие Такие Человеческие Отношения Вы понимаете Потому что В реальности Вот если Вынырнуть Из виртуального мира Из этой Вот этой Вот повестки Такой Первичной Информационной Вот то что на виду Да То что Верхний слой То В реальности Оказывается Что мы на самом деле Очень нужны Друг другу Потому что Им очень нужно Убедиться в том Что есть Какая-то другая Россия Что есть Какие-то другие русские Что мы не все Такие Им это очень нужно Чтобы не сойти С ума Просто Чтобы не поверить В то что это правда Все А нам они точно Так же очень нужны Чтобы они понимали Что мы не все Такие Просто у нас тоже Бывали украинцы На интервью И некоторые Довольно радикально Настроены Что грубо говоря Нет хороших русских Все они были Частью системы До какого-то момента Молчали Ездили в Крым Еще что-то Выпускали Выступали на Газпромовских корпоративах Все замешаны Все молчали Ну Их можно Понять с одной стороны Я отчасти С ними согласен Даже в том Что все мы Часть одной системы И я в том числе Понимаете Сейчас уехав И вот побывав В Америке И посмотрев оттуда На все Что происходит В общем Становятся Понятны две вещи Такие ключевые Вещь первая К сожалению Почти там Ну Я не беру детей Дети Это последствия Мы увидим Всего этого Но Условно говоря Сто миллионов человек Живут в зазеркале В настоящем зазеркале В чудовищном зазеркале Где ложь Ложь Это основная Главная Национальная скрепа Главная Ложь Бабки И власть Ложь Как Как норма Как норма жизни И да Я тоже часть этой системы Потому что Ты понимаешь Что И справа И слева И отовсюду Несется ложь То есть говорят одно А делают другое Говорят одно А делают другое И ты это видишь Но общество Постепенно Другой вопрос Почему По какой причине Это отдельная история Это должны антропологи Всерьез этим заниматься С этим разбираться В это вникать Почему так произошло Но факт в том Что почему-то Огромная Сто миллионная страна Согласилась Начала соглашаться Постепенно С тем Что да Да Ложь Это норма Да Мы видим Что нас обманывают Но мы соглашаемся Раз Соглашаемся Два Соглашаемся Три И потом Это становится Нормой И даже У таких людей Как я Или у тех У огромного количества Людей Которые уехали Именно понимая Осознавая Что их обманывают Даже у них Начинают плавиться Мозги Потому что Тебе не на что Опереться В этом Радиационном облаке У тебя нету Никакой опоры Ты вообще Не понимаешь Это полная Дезориентация Такая Наполнение Пространства Вот этой Отравой Лжи Постоянной Когда Можно врать И тебе за это Ничего не будет Можно убивать И тебе за это Ничего не будет И все Закроют глаза И все Отвернутся И все скажут Ну главное Ну главное Не я Не буквально все Да Если брать Общим планом И постепенно Еще раз говорю Даже у самых крепких Людей Начинает плавиться Мозг В том смысле Что Ты начинаешь Сомневаться Во всем Вообще во всем В реальности Происходящего А когда Приходит момент Когда Ты понимаешь Что все Это предел И ты начинаешь Сучить ножками Или махать ручками А все Время ушло Ты уже опутан Отравлен Обманут Просто обманут И использован Просто обманут И использован Очень просто Обманут И использован И выброшен на помойку Как туалетная бумага Как мешок с мусором Как что-то не нужно Сейчас там так И в основном Безусловно Остаются еще люди Какие-то Которые Ну в общем Жертвуют собой По большому счету И конечно Ради будущего Сейчас Сейчас они Радикально Ничего не изменят Конечно Это ради будущего В назидании поколениям Что называется Они остаются внутри Но даже Они оплавлены Они оплавлены Этим Ну я уже не знаю Что это за смесь Из чего она Но это Просто Абсолютная Одержимость Властью Беспредельная Беспредельная Совершенно У этих людей Нет ничего святого Причем Вот в буквальном смысле Не у людей Которых они обманули А у них У тех Кто у власти И они очень хорошо Понимают Что они делают Очень хорошо Понимают Что они делали 20 лет Слушайте Ну столько вышло На эту тему Уже аналитических сюжетов Я тут Правда Не лучший аналитик Но факт в том Что Одни люди Обманули других И другие люди С этим согласились И все И это порочный круг Как из него вырваться Невозможно Поэтому Закругляя мысль Я соглашаюсь С тезисами Которые говорят украинцы Давайте так Мы вообще Не будем спорить С украинцами Потому что Достаточно Представить себе Что Повторяю это постоянно Достаточно Представить себе Что в твой дом Прилетела ракета И убила твоего ребенка На этом заканчиваются Любые разговоры Просто заканчиваются Споры Пусть говорят Что хотят Какой-то Взвешенный И ответственный И Какой-то Милосердный разговор Можно будет вести Наверное Даже уже не нам А нашим детям Дай бог Они смогут Без эмоций Друг с другом Разговаривать Я надеюсь Но Еще раз Среди тех украинцев Кого знаю я И с кем я общаюсь Каждый день Все все понимают Находясь здесь Вдали от войны Вообще Проще Всем Друг друга Понять Но Когда Некоторые Из моих Товарищей И друзей Уехали Вернулись в Украину И провели там Большое количество Времени Мы разговариваем И они честно Говорят Нам даже с тобой Сложно разговаривать Сейчас Даже с тобой При всем При том Что не было Ни одного Украинца Который Который бы Даже там Как-то Просто Нейтрально Промолчал В мой адрес Нет Это всегда Слава поддержки Благодарности И Но тем не менее Тем не менее Это Мы просто Даже не представляем Себе Насколько Это Страшные Страшные Раны Это черная Пустота Которая Не заполнится Ничем У тех Кто потерял Близких Никогда Не заполнится Мы просто Не осознаем Это Это Так Психика Устроена Многие Большинства Людей Есть такое мнение Про Обманутых Обычных Россиан Что У них нет Любви к убийствам Любви к войне Они не хотят Чтобы убивали Украинцев Они просто Любят свое Начальство Оно же Там Все знает Лучше понимает Лучше разберется Смотрите Еще раз Очень просто Ставить диагнозы Находясь Вдалеке И Никогда Не побывав В том месте Где Это происходит Не повторяйте За кем попало Просто слова Которые Удобно говорить Это неправильно Потому что Если мы хотим Чтобы этого Не повторилось Мы должны В этом разбираться Разбираться всерьез Не ярлыки вешать И Там Не окатывать Заслуженным презрением А разбираться Почему это произошло Потому что Если вы обратите Внимание На человеческую историю Это происходило Со всеми С аргентинцами С греками С итальянцами С немцами С кем угодно Еще В Африке Сколько было Такого Это Наднациональная Зараза Общечеловеческая Другое дело Что Проблема русского народа Сегодня Мне кажется В том Что Он Он Настолько Боится Правды То есть Он настолько Запуган Просто Запуган Ну Просто Страхом Потерять Свободу Или даже Жизнь Что Он уже Сам не понимает Чего он любит Чего не любит Я вас уверяю Большинство людей Находится Просто В адской Растерянности Еще раз Вот этот Публичный Нарратив Который Создается Средством Массовой Информации Это Имеет К реальности Очень Опосредованное Отношение Очень Опосредованное Это В общем Две Параллельные Реальности Для того Чтобы Всерьез Судить О том Что И почему Происходит В том Или ином Месте Нужно Там Быть И жить И наблюдать Своими Глазами Только Тогда Можно Ответственно Серьезно Рассуждать О том Что И почему Происходит Еще раз Потому Что Если мы Хотим Развиваться Как цивилизация Человеческая Общечеловеческая Как общество Как вид Нам Нужно Не Вот Не Уподобляться Любой Пропаганде Любой Пропаганде Со всех Сторон Нам Нужно Уметь Честно Разговаривать С самими С собой Понимать Что Мы Сделали Не Так Просто Понимать Не Обвинять Не Тыкать Копьями В раны А Врачевать Для То Чтобы Рану Вылечить Нужно Не Тыкать В нее А Нужно Промыть Обработать Зашить Мазать Надо Понимать Что Это За Рана Откуда Она Привелась И Почему Почему Это Произошло У У Меня Есть Какое-то Своё Ощущение Что Почему-то Русский Народ Ходит По Кругу Почему-то Он Ходит По Кругу Почему-то Он Никак Не Хочет Быть Свободным И Так Происходит Тысячу Лет Не Сто Не Двести Триста Тысячу Лет Вот Это Русское Пространство Это Травма Зон Постоянная Травма Зон Там Все Время Что-то Происходит Люди Условно Говоря Там Раз В сто Лет Появляется Окно В десять Лет Когда Они Поднимают Только Голову Начинают Дышать Начинает Кто-то Какие-то Плоды Всходить И Приходит Кто-то Какой-то Человек С которым Все соглашаются Который Просто Просто Все это Выжигает Вырубает Просто На корне Просто И снова Выжженная Земля И снова Все С опущенными Головами И снова Все Соглашаются С тем Что Ложь Это Правда Война Это Мир Это Все Уже Было Это Не Орвел Придумал Это Все Уже Было Много 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 Раз Почему Почему Это Происходит Каждый Раз Кто-нибудь Может Мне Ответить Поскольку Я Действительно Фаталист Отчасти Я верю В Случай В Всяком Случай В Моей Жизни Я Ежедневно Встречаюсь Доказательством Того Что От Случай Очень Много Зависит И Мне Наверное Может Мне Так Легче Думать Но Я Пытаюсь Быть Честен С С С С С С Мне Думается Что Знаете Ле Просто Не Везет Помимо Всего Прочего Просто Не Везет С Людьми Которые Во Власть Приходят Вот Черт Возьми Не Везет Что То С Ними Происходит Почему То Они Все Безумцев Одержимых Властью Людей У которых Капает С клыков Кровь Вот Буквая Которые Вцепились В эту Власть И готовы Положить Все И всех Ради Почему Так Происходит Каждый Раз Может Проблема Правда Везения Нужен Просто Порядочный Человек Я не знаю Как Джордж Вашингтон В Америке Которому Пришли И предложили Остаться На Третий Срок Он Сказал Не 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 Нет 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 Было Плавали Знаем Проходили Спасибо Написано Два срока По четыре Значит Два срока По четыре И до свидания И вот Она рождается Американская Демократия Я конечно Очень упрощаю Я не специалист По американской Истории Наверняка Мне кто-то скажет Что все было Не так просто Но тем не менее Факт В истории Остается Что человек Просто сказал Нет А мог ли Сказать да Он же мог Сказать да Вот тот человек Сказал нет А этот сказал А я остаюсь А мне нравится А мне нравится Мое Сука Все мое Все Мое Это была Та первая точка Когда все можно было Изменить То есть Это какой получается Год Восьмой Нет Это был 12 Да Рокировка Ну я думаю Что это был Самый Явный Такой Перекресток Да Это был Самый Явный Это был Момент Когда стало Понятно Мне во всяком Случае Что все Все Этот не уйдет Никогда А чем это Чревато Мы все это знаем Факт Мы все Это знаем Все Почему 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 Каждый раз Появляется Какой-то Какой-то Индивиду Который Думает Что он Наем Природу Почему Каждый раз Появляется Какой-то Чувак Который Говорит У этих Не получилось Они просто Мудаки Были А у меня Получится Я покажу Вам Не Кто-нибудь Подобный Горбачев Почему-то Он Блядь Оказался На этом Месте Почему Кто В этом Виноват Кто Его Кто Его Привел Но Давайте Мы найдем Виноватых Назначим Расстреляем И что Изменится Что-то Как вы Думаете Это Поможет Нам В понимании В осознании Происходящего Вообще Масштаба Катастроф Масштаба Катастроф В общем-то Ну Это Это И Катастроф Европейской Цивилизации Тоже Очередная Она ее Тоже Касается Просто Мы не Представляемся Понимаете Когда ты Приезжаешь В Америку Входишь В офис Google Или Просто Выходишь В аэропорт И Становится Все понятно Просто Все понятно Ни один Человек Из тех С кем Я разговаривал В Америке Ни один Из них Не сказал Мне Что Я неправ Когда Я высказывал Какие-то Свои Предположения Ощущения Ни один Люди Живут Там По 30 По 40 Лет А Очень Просто Здесь Просто Люди Говорят А И делают Б Если Они Сказали Что Мы Сделаем Это То Мы Просто Берем И Оно 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 Само Себя Построит Это Так Просто И Когда Я Смотрю Оттуда В Россию Где Человек На полном Серьезе Кричит Что Там Все Загнивает И И Там Все Очень Плохо И Пиндосы Поганые Которые Вообще А Вот Мы Вот Мы Великие Мы Первые В чем Вы Первые Ну В чем Вы Первые Что Россия Принесла Миру За Последние 30 Лет Что Теслу Спейс Икс Что Денежную Систему С которой Они так Борются Это Вот Так Пытаются Заместить Денежную Систему Одну Другой Это Вот Так Происходит Это Раньше Так Всегда Получалось Начать Войну В соседней Стране Поубивать Кучу Людей И Сразу Изменится Финансовая Система И Начнется Мир Сразу Из Однополярного Превратиться В Многополярный Это Так Работает Серьезно А люди Просто Они 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 Просто Они Даже Не Понимают Степень Насколько Они Обманут Когда Ты Попадаешь В Локомотив Цивилизации В Первый Вагон Ужас 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 Меня Охватывает От Того Что Не От Лжи Там Где Ложь Это Правда Нельзя Говорить Правду Они Настолько Боятся Самих Себя Собственных Глаз И Ушей Представляете Какая Это Степень Поломанности Сознания Дезориентации Внутренней Можете Представить И Это Огромное Общество 100 Миллионов Человек Что Технологически Вы Понимаете Что Вы Говорите Где Вы Находитесь Вы Говорите Про Общество Образованное Ну Просто Такая Задача Не стоит Образовывать Конечно Не стоит Еще раз Хорошо Возвращаемся Слушайте Вы Декларируете Это Понятно Вы Это Резюме Результативная Часть А Фактическая Фактическая Факт В том Что Так Почему То Происходит Почему То Очищает Очередной Правитель России Добрую Волю Превращает В злую Очередной Правитель России Нарушает Договор С Обществом Которое Вообще Очень хрупкая Довольная Субстанция Это Конституция В принципе Мы Это Видим Любой Есть Риск Всегда Что Правитель Захочет Стоять Диктатором Всегда Такой Риск Есть Но Почему То В России Это Происходит Постоянно Тысячелетиями Одно и то же Одно и то же Десять лет Рассвета Пятнадцать И опять Мрак 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 Просто Не представляем Себе Где мы Находимся Насколько Мы Отстали Насколько Мы Отстали В каком Средневековье Мы живем Ментальном Когда Вообще Можно Обсуждать В принципе Что Ну Принимать Диалогу Что Оружием Можно Что-то Решить Вот Так Можно Вообще Решить Какую-то Проблему Мы Это Начинаем Всерьез Обсуждать Где Мы Находимся Где Куда Нас Завели Мы Не Можем Отвечать За Всех Мы Не Можем Конечно Со Стороны Со Стороны Каждое Общество Отвечает Само За Себя Это Неизбежно И Если Ты Часть Это Общество Значит Ты Тоже Будешь За Него Отвечать Я За Это Отвечаю Тоже Я Это Понимаю Прекрасно Я Тоже Надеялся Пересидеть Надеялся Что Я Не Расплавлюсь До Конца Ну Вот Ну Придет Кто Другой Я Надеялся На Чудо Тоже Надеялся На Чудо Просто Я Этого Осознавал А Большинство Людей Не Осознают Потому Что Ему Очень Страшно Что Их 20 Лет Погружали В Эту Кислоту Которую Они Растворялись Насколько Российских Советских Я Не знаю Правителей Закончили Свою Жизнь На Пенсии Дома На Даче На Рыбалке То есть Такой Культуры Как бы Исторически Не знаю На одной руке Можно Пересчитать Почему Это Когда Ты Смотришь На Инаугурацию В Америке Сидит Пять Бывших Президентов Поздравляют Шестого В России Это Не принято Не знаю Не научили Демократии Ну Наверное То есть Это Перевод Короткой Демократии Ну Вы Опять Просто Констатируете У меня вопрос Почему Почему Что нам Сделать Чтобы Этого Не повторилось Больше Никогда Она же Не денется Никуда Россия Она же Не исчезнет И люди Там Те же Самые Будут Жить Через Десять Через Двадцать Через Тридцать Лет Закончится Война Она Никуда Не денется Как нам Сделать Так Чтобы Этого Больше Не Произошло Вот Мы Сейчас Что Успели Вывезли Из России В смысле Себя Какие-то Какую-то Другую Другую Россию То Хорошее Что Есть В России Кто-то Успел Мы Что-то Успели Вывести Мы Что-то Сохраним Мы Что-то Что-то Кто-то Что-то Вернет Кто-то Кто-то Что-то Кто-то Что-то Добавит Кто-то Дай Бог Выживет Внутри Из наших Товарищей И друзей И тоже Будет Иметь Некий Потенциал Чтобы Что-то Изменить Но Как Нам Сделать Так Чтобы Опять У Власти Не Оказался Человек Или Группа Людей Которые Просто Так Легко Взяли И Обманули Всех Которые Вместо Того Чтобы Понять Что Русский Народ Болен Очень Сильно Его Надо Лечить Его Надо Растить Его Надо Он В Каком-то Младенческом Состоянии Находится В Каких-то Пеленках Вот Этого Рабства Первобытного Да Где Норма Где Слово Начальника Закон Не Закон Закон А Слово Начальника Закон Царя Феодала Кого Угодно Как Сделать Так Чтобы Появился Такой Человек Который Понимая Что Он Может Еще Раз Этих Людей Использовать Что Все Таки Он Попробует Объединить И Превратить В Какое-то Какое-то Оптимистичное Общество Общество Свободное А Нужна Всего Навсего Свобода Просто Не Мешать Я Никогда Ничего Не просил У государства Никогда Никогда Не вступал С ним Ни в Какие Связи Ни в Какие Контакты Потому Что Очень Хорошо Понимал Что Этого Делать Ни в Ни в Коем Случа Нельзя Это Это Тот Коготок С которым Вся Птичка Вязнь У меня Одна Была Просьба Государства Внутри Себя Можете Просто Не мешать Просто Не мешать Функция Государства Соблюдать Выполнение Законов Людьми Все Все That's it Ну Какие-то Еще Вещи Но Основная Функция Люди Для этого И придумали Государства Когда Между Ними Возникал Спор У них Было Два Варианта Или Убить Друг Друга Но Они Уже В какой-то Момент Находились На Таком Уровне Развития Интеллектуального Что Они Понимали Что It's good Это Не решает It's bad It's bad Это Не решает Проблему Тогда Что Нам Делать Нас Кто-то Должен Рассудить А Кто Нас Рассудит Ну Вот Петр Иванович Самый умный Среди нас Самый добрый Самый мудрый Мы приходим К Петру Ивановичу Говорим Петр Иванович Рассуди нас Мы вот Не хотим Друг друга Дубинами Поубивать А хотим Чтобы По справедливости Мы тебе Доверяем Доверяем Тебе Петр Иванович Говорит Вот так-то И так-то О Договорились В этом Функция Государства Все А все остальное Просто Пожди Просто Просто Не мешать людям Даже не нужно Никому Помогать Как природе Понимаете Вот Ушли люди Из Чернобыля Через 30 лет Там Одна из лучших Экосистем В мире Все восстановилось Представляете Туда люди Ездят на экскурсию 30 лет Там Не было человека 30 лет Каких-то Вот С людьми Ну что же Само Чтобы люди Отстали от людей Чтобы люди Перестали Людям Другим Мешать Их Использовать Чтобы Свобода Это было Не просто Слово Чтобы Равенство Это было Не просто Слово Чтобы Законы Соблюдались Чтобы Общество Было Живое Чтобы Оно Могло Дискутировать Чтобы В нем Было Место Для Всех Для всех Религий Для всех Ориентаций Для всех Гендеров Для всех Цветов Для всех Ростов Для всего Только так Прогресс Возможен Только так Это же настолько Очевидно Все это знают Все это Понимают И эти Товарищи Он же еще убедительный такой, он же обаятельный такой, он же обаяшка такая, такая милашка, так улыбается, такой у него голос теплый, такой он заботливый отец, такой у него образ, ну, прям, все понимающего, сильного, когда надо, милосердного, когда надо. Но делают-то они совсем другое. Вы понимаете, и в этом зазоре рождается вот это зазеркалье. Между сказано и сделано. Когда тебе каждый день говорят из телевизора, что мы все лучше и лучше, а ты выходишь на улицу и видишь, что мы все хуже и хуже, и все с этим согласны, понимаете? Согласны с этим все внутри себя, потому что люди говорят, мы уже пожили хуево, можно мы поживем хорошо? Да, пусть так, но пока нас это не касается, можно мы поживем хорошо? А почему они пожили хуево? Потому что до этого были какие-то товарищи, усатые или лысые, которые точно так же пили кровь из людей, из обычных людей, из которых общество состоит. Пили кровь, просто пили кровь, просто использовали как бумагу, как бумагу. Вытирались и выкидывали, вытирались и выкидывали, вытирались. И чем больше вытирались, чем больше они этой крови пили, тем больше им хотелось. А что? Ну, а что? 200 миллионов. Ну, 220-210. Ну, 200. Ну, как бы, ну, неощутимые потери, правда? Вы говорили, что если бы могли отмотать время назад, то свозили бы россиян в Украину, чтобы они убедились, что там все в порядке, нет никаких нацистов и прочее. Вы думаете, это сработало бы? Да я вот сейчас уже думаю, что нет. Это был скорее такой эмоциональный образ. Ну, потому что я сужу по себе, на меня такие вещи, я верю просто своим глазам и ушам. Это цит. Вопрос, чему ты веришь? Кому ты веришь? Себе или телевизору? Когда ты теряешь веру к себе, и для тебя источником истины становится телевизор, все. Здесь уже недостаточно просто приехать в Украину. Здесь уже нужна какая-то реабилитация психологическая. Нужно что-то другое просто показывать по телевизору. Потому что телевизор становится богом человека. Он для него абсолют. Аксиома, истина. Значит, надо что-то другое из этой плоской коробки что-то другое из этой коробки транслировать. Поэтому сейчас я думаю, что уже, наверное, это скорее образ. Есть частный пример такой, не знаю, насколько он подходит сюда, когда в 19-м году актер Павел Устинов столкнулся с системой, а в 22-м поехал эту систему защищать в Украину. Ну, пожалуйста, да. Все то же самое. Опять дезориентация, дезориентация. Человек просто дезориентирован. Ему страшно. Ему просто страшно. Он не понимает, где он. Вообще, где он находится. Что ему делать? Как ему быть собой? Как ему быть собой и не предать себя? А при этом не подставить ни себя, ни близких, не оказаться в тюрьме. Потому что это очень сложно. Это очень сложно. Потому что если ты хочешь не предать себя, ты должен говорить правду. Если ты говоришь правду, то правда это то, что ты видишь и слышишь. То, что ты чувствуешь. Но ты должен говорить не то, что ты видишь и слышишь на самом деле, а то, что ты должен видеть и слышать, как тебе говорят. В этом зазоре человек начинает гибнуть. Здесь возникает страшная химическая реакция, когда начинает плавиться мозг человеческий. Просто плавиться от несоответствия воображаемого реальному. Просто полного несоответствия. Для вас стало неожиданностью, что люди настолько подвержены пропаганде? Потому что мы как будто над ней подсмеивались. Говорили, да кто в это верит? Какие-то там эти Соловьевы. Какие-то мемы по телевизору. Нет, для меня теоретически это не стало неожиданностью. Потому что я немножко знаю историю. Я не лучший ученик, конечно. Но немножко учился, чуть-чуть. Тем более, что сейчас даже учебники не нужно открывать, чтобы такие вещи узнавать. Как оно было раньше. Для меня это теоретически не стало неожиданностью. Для меня неожиданностью стал масштаб, глубина. Глубина отравления. Глубина. Глубина и какая-то бездонность этой черной дыры. Глубина катастроф. Глубина, насколько люди не осознают, насколько они далеки от самих себя. Насколько они далеки от правды. Просто от правды. Вот это для меня стало очень неприятным открытием. Страшным небесказал. Что делать, если отравлена твоя мать, например? Вы знаете, я сейчас много могу накидать теорий каких-то умозрительных. У меня у самого такого опыта, к счастью, нет. Но насколько я знаю по опыту людей, с которыми я общался вживую, в жизни, ничего. Но кто-то мне рассказывал, что вывозили родителей на месяц куда-то. И либо выключали телевизор совсем, либо показывали что-то другое. И вот через месяц что-то начинало какие-то закрадываться сомнений. Только начинали. То есть пропадала категоричность, уверенность, безапелляционность, невозможность вести диалог. Рехаб. Нужен рехаб. Но для этого нужно, чтобы первичные условия для этого рехаба были. То есть какое-то спокойствие. Для этого человек сам должен захотеть. Насильно сложно. Вы понимаете, но это тоже все лозунг. Что значит человек сам должен? Кому он должен? Ну в смысле, тогда это имеет смысл? Да, да. Ну безусловно. Но смотрите. Если ему комфортно в этой картине мира. Ну вот смотрите, смотрите. Ну я понимаю, что это то же самое, да, что алкоголизм или наркомания, любая другая приобретенная патология. Но вы же спрашиваете про мать. Это немножко другое. Вы понимаете, глядя на кого-то другого, я скажу, ну что я могу сделать? Ну пусть человек сам разбирается действительно. То он должен понять, что он там гибнет. Что у него алкоголизм. Но если мы говорим про кого-то близкого, раз ты ему объяснишь, два поговоришь, три поговоришь. А на десятый раз ты вызовешь врача, в колледже ему успокоительный, привезешь его в больницу. Насильно привезешь. Потом положишь в рехабу. У меня, но, знаете, чем это заканчивается? У меня просто был такой опыт. Одна близкая подруга моя, она уехала в Питер, а мама у нее осталась в Москве. У мамы были серьезные проблемы. Прямо серьезные. Там все было совсем плохо. Она меня попросила просто заглянуть к ней. И когда я заглянул, увидел то, что я увидел в этой квартире, которую она снимала. Она увидела сгнившие ноги ее собак и запахи, которые стояли невыносимые в квартире. Это был ад. Просто ад. Ад на земле. В одной отдельно взятой квартире. Я вызвал врача, потратил денег, много денег. Вызвал врача. Отвез ее в платную клинику сначала. Там неделю ее... А там было все вместе. Таблетки, алкоголь. Ну, все вместе. Вот прям полный набор. Потом я отправил ее в рехаб. У меня была возможность бесплатно отправить ее в рехаб. У меня были знакомые. Полгода она там пролежала. Она вышла оттуда. За это время я пристроил ее собак, вылечил их. Разобрался с ее квартирой, чтобы ее не выставляли. Ну, в общем, проявил инициативу. Помогал подруге, в общем-то. Она вышла из рехаб и позвонила мне. Говорит, здравствуйте, Артур. Я говорю, здравствуйте. Думая, ну что? Ну что? Ну? А я в процессе еще звонил, узнавал, ну что, как она там? Как там процесс? Ничего, все хорошо, потихоньку поправляется. Вот то вот все. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам кое-что сказать. Я говорю, да, я вас слушаю. Какого хуя ты, пидорас, это сделал? Ты, гондон ебаный. Где мои собаки, тварь, блядь? И что делать? Это вы мне скажете. У вас сейчас новая жизнь началась, можно так сказать, я думаю, с уверенностью. Да, справки, документы, ПНЖ, ВНЖ, вот это вот все. А параллельно вы наверняка смотрите на ваших коллег, которые остались в России, а там премьеры, красные дорожки, а пироль на патриках. Не удручает вас это все? Я просто не понимаю. Меня это не удручает. У меня просто это не сходится в голове. То есть они, что я чувствую в этот момент? То есть я смотрю, они там. И вот концерт, и все хорошо, как бы. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно. Очень-очень грустно. Даже не представить насколько. Может быть, это вы такой, я такой? Потому что, когда я сижу в Риге где-нибудь на террасе, то я тоже слышал, как люди не говорят о войне. Все у них прекрасно, они улыбаются. Но все-таки это люди, живущие в стране, которая не ведет войну. Это другое. Тем более такую войну. Тем более такую войну. Тех, кто обманут, по-настоящему обманут. Знаете, вот, словом говоря, можно поделить людей там. Нет, это будет слишком примитивно в данном случае. Но я могу еще понять тех, кто обманут, действительно обманут. Просто не понимают. Да и... Слушайте, блин, ну я так устроен, что я и этих людей могу понять. А у них тоже оплавлен мозг. И обстоятельства заставили почему-то каждого из них, если крупно рассматривать, крупным планом. А... Актер не может по-другому. Ты всегда ставишь себя на место конкретного человека. Почему-то они не смогли уехать. У каждого есть свои причины. У каждого по отдельности я понимаю. Но когда я вижу эту картинку... Со знаком плюс вас кто-то удивил за прошедшие полтора года? Ну, может быть, Леша Панин. Мы случайно встретились в Америке. Насколько понимаю, он теперь живет там или собирается там жить. Вот, несмотря на всю противоречивость образа, тем не менее. Тем не менее, в какой-то момент человек взял и вынырнул. Знаете, в нужное время, в нужном месте. Ну, а так, понимаете, я ни за кем не следил. Я вообще от людей ничего не жду. Изначально. Я постараюсь их принимать такими, какие они есть. И когда ты видишь человека таким, как он есть... В общем, как правило, ты понимаешь, что ждать от него ничего не нужно. Ни хорошего, ни плохого. Делает человек, делает. Поступает так, поступает так. У вас же есть наверняка какие-нибудь любимые группы? Музыкальные группы. Вам не было важно, чтобы они высказались за это время? Чтобы не разочароваться, там, в кумирах, назовем это так. Нет, 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 не так. Мне было важно, может быть, чтобы они высказались сами для себя. Потому что я да понимаю, что с ними происходит. Но нет, мне лично это не было важно. Вы понимаете, даже если бы я был один, вообще один, на этой стороне, я бы сделал то же самое. Для меня в этом смысле я опираюсь исключительно на какие-то свои представления о морали и нравственности. Мне здесь для этого уже не нужно ни на кого опираться, мне не 16 лет. 16 лет это необходимо, все-таки в 40 уже. Просто для себя лично есть там группы, которые я люблю с детства. И мне было бы очень грустно, если бы они сейчас продолжили ездить по России в тур. И слава богу, таких очень мало. В основном меня мало кто разочаровал. Из тех, кто важен был для меня. Вы знаете, вот смотрите, вы тоже все пытаетесь идти по этой повестке информационно-политической, такой вот по этому нарративу. И все пытаетесь в кого-то пальцем ткнуть, что вот этот там не покаялся. Я без фамилий. Вы без фамилий, но я говорю в целом о подходе. Этот подход понятен. Он понятен для меня в принципе и в контексте украинцев понятен безусловно. Они имеют право. Но если мы хотим серьезно разговаривать, то давайте прекращать этим заниматься. Попыткой в кого-то ткнуть пальцем. Это не приведет нас ни к чему, вообще ни к чему. Это то же самое, чем занимаются те люди, которые сейчас у власти. Ничем не отличается в принципе. Ткнуть в кого-нибудь пальцем, назначить кого-нибудь виноватым. Вот он не сказал так, как мы думаем, и значит он теперь против нас. А может быть у него больной ребенок, прикованный к кровати, я не знаю, с тяжелой формой ДЦП. А он, потому что всю жизнь был честным музыкантом, он просто у него не так много денег. Он не может уехать. Он не может просто взять и бросить своего ребенка. И сказать он тоже не может, потому что ему не на кого опереться. Может быть у него нет друзей. Такое может быть. Может быть. Давайте мы оставим право на вот такие эмоциональные выхлесты, отхлесты, да, такие по щекам. Оставим это украинцам. В целом больше я не могу внутри себя, не могу такого права никому позволить. И сам себе его не даю, потому что это просто контрпродуктивно, это бессмысленно. Но вы говорите про тех, кто молчит. Или про тех, кто поет в лужниках, тоже нельзя хлистать. Нет, я говорю про тех, кто молчит. Я говорю, слушайте, можно делать все, что угодно. Вы можете хлистать всех, кого вы хотите. Или не хлистать никого. Вопрос просто в том, что принесет пользу нам в будущем. Мне хочется думать уже о будущем. Я понимаю, что война еще идет, и кровь течет, и льется, и долго эти раны будут зарастать. Но если есть смысл, о чем разговаривать, так это о будущем. И разговаривая о будущем, если мы хотим, чтобы прошлое или настоящее наше в будущем не повторилось, мы должны что-то изменить в своем поведении, в первую очередь, каждый, каждый из нас. В своем поведении же мы что-то делали не так, каждый из нас. Что? Вот этим нужно заниматься. Что я сделал не так, а не что сделал не так тот, кто почему-то молчит. Ну, мы... Это просто, это опять, это еще один инструмент пропаганды, да, вот это перекладывание с больной головы на здоровую все время, то они там, да, какие-то американцы виноваты. Понимаете, приезжаешь в Америку и понимаешь, что... Вы понимаете, что вы никому не нужны? Вас просто обманут, вы нахуй никому здесь не нужны. Вот американцам не до вас, вообще не до вас. У них там такая своя жизнь прекрасная. Вы для них существуете только в телевизоре в виде страшного Путина. Вы неужели этого не понимаете? Точно так же, как и они для вас. Что не жить-то своей жизнью, просто своей жизнью? Ну, потому что накрутили людей, раздрочили, расковыряли темные дыры эти. Ну, о будущем. Иллюстрация, это же часть будущего. Иллюстрация, да. Но, во-первых, кто будет иллюстрировать? А судьи кто? Ну, как это происходило исторически? Ну, я, кстати, не очень хорошо знаю, как это происходило. Я этого просто не изучал, поэтому не могу о нем ответственно рассуждать. Но, насколько я знаю, даже в Германии послевоенной большое количество людей, служивших в рейхе, продолжало оставаться на госслужбе. А просто не было других. А кому работать? Ну, чтобы быть в латвийском парламенте, нужно не быть чекистом, там, в КГБ не состоит, то есть какие-то там... Ну, окей, 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 хорошо. Еще раз, вы говорите о каких-то политических инструментах. Для того, чтобы появились политические инструменты, должна сначала появиться политическая система. Понимаете? Для того, чтобы что-то сломать, нужно сначала что-то построить. На том месте, где ты собираешься ломать. Это мы все уже проходили. Давайте мы свой новый мир построим. Это мы все уже проходили. И это все заканчивалось катастрофой. Каждый раз, каждый раз, каждый раз, каждый раз, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Каждый раз, когда мы сначала что-то ломаем, а потом думаем построить, что на этом. Вот имеем то, что имеем. Помогите, помогите человеку. Неужели, 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 не видите. Ему сейчас ни разу не до смерти. Посудите человека, не судите. Перепаду злую волю, славы дали. Перепачкнул первый снег, последний капли. Помогите, помогите ему, что ли. Сляпы лепом посадите, нуля. Раскурочены крылатые качели. Ни на небо, ни на радость не взлетают. Нас хранила эта глупая газель. Только трубочку никто не поднимает. Преурочены крылатые ракеты. Светлый праздник у Христова в воскресенье. Всем достанутся железные конфеты. Чтобы от счастья точно не было спасения. Помогите, помогите человеку. Мне уже не уважали вы, не видят дети. Но сейчас ни разу не до смерти. Не судите человека, не судите. В конце о музыке хотел вас спросить. Наконец-то. Я читал интервью «Медузы». Я его сейчас перечитывал точнее. Где вы говорили об альбоме, о группе. И оно, мне показалось, настолько наполнено какой-то теплотой, любовью к участникам, к репетициям, к первому концерту. Как сейчас все это выглядит? Группа в России осталась? Кто-то остался, кто-то нет. Вам что-то пишется? Мы общаемся периодически. Но, понимаете, когда нет общей главной темы между вами, все это общение сводится. Привет, пока. В основном. Ну, я и здесь начинаю, по сути дела, все заново. Я нашел здесь. Мне помогли найти очень хороших музыкантов. С одним из которых мы прямо очень сдружились. На одной волне музыкальной оказались. Знаете, для такого человека, как я, который может объяснить образом или чувственно, но не может объяснить нотами и быстро не может говорить на языке музыкантов, для такого человека, как я, очень важно найти своих людей. Собственно, это моя главная задача. Когда свои люди находятся, дальше оно вроде уже как идет само. Про твоих музыкантов можно говорить так, твои музыканты? Ну, можно, можно, да. Как вы познакомились с ними, со всеми? Они понятия не имели, кто ты, твои музыканты? Ну, это была интересная история. Значит, наш директор, ты ее знаешь, но я не буду ее имя публично произносить на всякий случай. Потому что, потому. Она давно здесь живет, она много кого знает. И много с кем хороших и даже в очень хороших отношениях. Она меня познакомила. Ну, сначала мы с ней познакомимся. Сначала меня Андрей Васильев познакомил с ней. Вот. Потом я ей рассказал, что еще музыкантов. Она меня познакомила с Андреем Осокиным. Это такой очень известный пианист. Пианист с именем. И человек прекрасный. Кто-то говорил, что дождя не будет. Вроде бы. У меня нет. А, ну, у тебя нет. А я прямо точно сижу на просветике. В общем, познакомился я с Андрюшей Осокиным. Рассказал ему в общих чертах, что мне нужно и что я хочу. Мы сначала пришли в одно место, попробовали там. Поняли, что нет, это не то, что нужно. И потом он меня познакомил с Айнарсом Майерсом. Тоже очень известный музыкант здесь. И тоже прекрасный человек. Он знал, кто я такой. Он взрослый уже. И ему... Ну, то есть он еще советский. И он, да, он знал, кто я такой. Он меня познакомил с Янисом Рунгисом, с нашим гитаристом. Янис не знал, кто я такой. Это был очень интересный момент, как мы познакомились. Ну, мы договорились встретиться на студии. И он пришел раньше. И уже там разыгрывался, ждал меня. И я вошел, открыл дверь. И он так повернулся и так, ну, с дистанции на меня посмотрел. И я говорю, «Лаблин, манесамс Артур». И он так удивился, что я начал с латышского. И это как-то очень... И его сразу ко мне расположило. По-человечески просто. Потому что он ждал, видимо, какого-то очередного надменного русского. Так что, да, вот. С тех пор он пытается меня учить не только уже латышскому, но и английскому. Но, в общем, вот. Так мы с Янисом познакомились. А вот ребята Криш Янис и Матис, они совсем не знали, кто я такой. Просто вот с чистого листа, да. Просто вот человек, который делает музыку. То есть они знали, что я кто-то, какой-то артист. Но они не видели меня никогда. А это плюс, как ты думаешь? Ну вот, работая в группе. Слушай, не задумывался об этом тоже никогда. Я просто никогда, в принципе, не веду себя так, что кто-то должен меня знать. Я, в принципе, общаюсь с людьми таким образом, что по умолчанию, что они не знают, кто я такой. Да потом, даже если они знают и узнают, это довольно быстро проходит. Это вообще не в этом сути. Вот, поэтому... Ну, это, в принципе, никак не мешает и не помогает. Это, может быть, помогает поначалу, когда имя само по себе привлекает внимание. Но дальше это все равно зависит от того, какой ты человек, а не как ты себя ведешь. У вас общение на английском происходит? Ну, у нас на всем подряд общение происходит. Я просто, когда мне сложно или нужно какую-то сформулировать мысль более подробную, или какие-то образы сформулировать, там, о чем песня, например, то мне приходится переходить на русский. Ну, у нас вот мы с Айнерсом поиграли немножко и поняли, что... Ну, у нас такой... Он был органичный, очень нормальный, но не знаю, не то чтобы не... Не как бы не противостояние поколения, это, наверное, громко будет сказано, но... Да, скажем так, мы поняли, что больше разрушен, чем создадим, если будем так продолжать. Вот, приняли решение, что в хороших отношениях расстаемся, но мы продолжаем у него на студии играть, репетировать, он нам очень помогает, просто он не играет с нами как музыкант. Появился у нас бас-гитарист Станислав Юдин, или Станислав Сьюдин. Он русскоговорящий, и Янис мне потом сказал, Янис всех музыкантов находил, потому что он всех знает, вот, и он мне в какой-то момент сказал, когда он, ну, в процессе пока, это все, процесс он еще идет, мы все равно еще притираемся, понимаем вообще, что нужно, как мы будем звучать, и так далее, и так далее. И он когда увидел, как мне тяжело реально, хоть я и говорю по-английски, но когда речь идет о творчестве, где нужны подробности, и ты должен, ну, должен ощущать свободу внутреннюю, тебя не должны какие-то вещи сковывать, не должен текст держать, что называется. А когда ты подбираешь слова по, там, 30 секунд, чтобы что-то объяснить, что-то на родном языке объяснил бы за 0,5 секунд, это, конечно, очень энергозатратно, это тяжело. И когда он понял, что, ну, он мне потом сказал, я понял, что тебе нужен кто-то, какой-то проводник, в общем, да, какой-то русскоговорящий человек, и вот он нашел Стаса Юдина, и Стас тоже музыкант прекрасный, человек прекрасный, такая душа прямо, и он русскоговорящий, поэтому вот появился Стас, и мне стало попроще, в том смысле, что, если уж совсем, я не даю себе расслабляться, я пытаюсь говорить по-английски, но если уж совсем сложно, то я перехожу на русский, и Стас помогает, но, в принципе, ребята, все, кроме Матиса, Матис просто совсем молодой, ему 20 лет всего, и он совсем, но он как бы в общих чертах понимает, а вот ребята постарше, я не садлежь, я не садлежь, они понимают в целом, в целом они понимают и русский, и если что-то, то они просто уточняют, если вдруг какая-то интенсивная беседа происходит. Я просто как раз задумывался над этим, что репетиции, творчество, это же такое, что-то сокровенное, такое, и языковой барьер, но это большой может быть стопор, когда ты не можешь выразить какую-то мысль, это как, ну, не знаю, в отношениях с девушкой, и ты говоришь с ней не на родном языке, то есть ты будешь странно признаваться в любви и странно ссориться, неестественно себе. Да дело же не в том, странно или не странно, дело в том, чтобы это ритмично было, чтобы это было ритмично, органично, чтобы тебе это, ну, ну, в общем, да, суть в том же самом, да, это то же самое, это сложно, но ничего страшного, это по сегодня сложно, понимаешь, я вот каждый раз, когда какие-то такие сложности возникают, я себе говорю, что, ну, ничего, ходить я тоже там два года учился, понимаешь, это мы просто не помним, мы же ходить тоже долго учились, сначала ползали, потом стояли, потом шагали как-то, как-то, ну, тут то же самое, такой же процесс, ну, я же говорю, жизнь начинается заново, сначала, новая жизнь, новое все, я это принимаю, понимаю, и отчасти даже этому рад, сейчас можно сказать, что музыка у тебя точно на первом месте? Можно, да, в данный момент, да. Это после переезда так, или уже до, так началось, нет, нет, я как-то давно стал в эту сторону двигаться, да, 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 года три назад, вот, я как начал сочинять, и, да, и вот стал двигаться в эту сторону, это произошло бы в любом случае, вне зависимости от того, случилась бы война, не случилась. То есть подписывая тебя через запятую, музыкант ставит на первое место? Как хочешь, вообще не важно. В кино у тебя продолжается какая-то история, нет, я не знаю, можно про это говорить, нет? Ну, сейчас не о чем говорить, оно вроде бы как бы продолжается, на уровне разговоров, каких-то проб, каких-то знакомств, каких-то, ну, пробы, 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 что-то происходит, да, нет, какая-то жизнь есть, ну, просто нет предметного разговора, то есть, если бы у меня был на руках подписанный договор какой-то, я бы рассказал, но такого нет. А это, ну, латвийские режиссеры, европейские, или российские уехавшие? А всякие, 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 всякие. То есть, выбирать есть из чего? Нет. Просто ты привередливый? Я не привередливый, нет, нет, про какую привередливость сейчас может идти речь. Можно только благодарить судьбу за то, что есть хоть что-то, есть хоть это, это уже много, это прекрасно. Потому что я отдаю себе отчет в том, что недалеко не каждому человеку так везет, как мне. я прекрасно понимаю, что вокруг, в общем, люди, которым намного, намного, намного сложнее, чем мне. Поэтому грех жаловаться, что называется, но, но, нет, просто для того, чтобы было из чего выбирать, нужно, чтобы было там 50 предложений, а не два с половиной, из которых полтора вообще непонятно, там под вопросом, а одно вроде будет, но тоже большой вопрос. Сейчас очень зыбко все, очень зыбко. Сейчас у тебя какая-то, есть определенная цель, это выпуск альбома, EP, тур, один концерт, или как ты это видишь? Ну, степ-бай-степ, что называется, я хочу, да, мы хотим записать альбом, мини-альбом, который будет называться все-таки 4, я думаю. Мы почти уже его записали, то есть мы записали какую-то основную, основной, основной, основные треки мы записали, в общем, по большому счету остался микс, миксинг и мастеринг, что-то будет еще дописываться, вот, мы, я познакомился здесь совершенно с чудесным человеком по имени Гатя Закис, уникальный совершенно звукорежиссер и саунд-продюсер, это первый раз, когда я вообще в своей жизни посмотрел на человека и подумал, о, вот что такое саунд-продюсер. Я вижу, в этом вообще не разбираюсь, но даже меня он впечатлил. Ну, вот, видишь, да, вот это, да, и это большое открытие для меня и большая надежда, что он внесет свою лепту в эту работу, безусловно, большую и важную, то, как он слышит музыку, то, как он чувствует, то, как он участвует, то, как он работает, то, как он откликается на какие-то вещи, это совершенно уникально, именно поэтому, потому что он такой уникальный, он очень сильно занят и у нас с 4 по 6 сентября миксинг, три микс-сессии будет, надеюсь, что мы уложимся за это время, потом задача его зарелизить, то есть сначала закончить с миксом, сделать мастеринг, зарелизить, может быть, мы выпустим сначала с синглом песню Альсинор, посмотрим, я тоже не решил еще, а потом выпустим все 4, потом есть задача снять, снять программу полноценную, там, ну, песен 12-15, у меня вообще много песен, очень много, мне тоже в этом смысле повезло, что я, пока мы записывали первый альбом, совсем первый еще в Москве с другой группой, с другим названием, не в Москве, господи, в России, в смысле, в Питере, то я писал, 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 в общем, много написал, больше 100 песен, уже есть с чего выбирать, в этом смысле, вот, и хотим сделать программу, снять ее, хорошо снять, хорошо смонтировать, хорошо записать, ну и дальше, да, показывать, отправлять промоутерам, и куда-то ехать, примерно план такой, конечно, хочется и концерты, и туры, насколько это возможно сейчас, сегодня. А надеюсь, вы с Риги начнете? Было бы логично? Было бы логично, да, но для этого нужно, чтобы все сошлось, это тоже не так просто, как кажется, но сейчас это реально достаточно сложно, в том числе, и потому, что я из России, в том числе, и потому, что у меня русский паспорт, скрывать тут нечего совершенно, это нормально, я это принимаю, я бы на месте этих людей, наверное, вел бы себя точно так же, то есть, за кулисами все говорят, да, 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 все все понимают, но украинцы говорят, мы не выйдем с вами на одну сцену, и я их понимаю, это вот та мера, та мера моей личной, наверное, вот ответственности за то, что происходит, это моя цена, которую я плачу, в том числе, ну, понимаю, принимаю, молчу. грозы, я Perdense, под麻og, в том числе, обо Jane, ہے,